МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этой работе особенно важна помощь тех, кто занимается вопросами профилактики терроризма и экстремизма. Для эффективной борьбы нужно четко понимать, кто сегодня идет в террористы, а главное, почему, какие у них цели и методы, как реагировать на новые угрозы. Чтобы ответить на эти и другие вопросы, в конце мая в Красноярске собрались лучшие специалисты в области профилактики терроризма и экстремизма со всей страны. Специализированный форум современной системы безопасности «Антитеррор» уже в 15-й раз стал одной из главных диалоговых площадок страны. О ее самых интересных моментах мы расскажем в нашем выпуске «Спецзадания». Красноярск за последние годы значительно преобразился. Благодаря прошедшей универсиаде здесь появились не только современные спортивные объекты, но и новый аэропорт, больницы, дороги, благоустроенные улицы. Неизменным осталась лишь дата и место проведения специализированного форума выставки «Современные системы безопасности «Антитеррор». В этом году мероприятие посетило рекордное количество участников и экспертов – 254. Югорская делегация была одной из самых многочисленных. Помимо журналистов, в Красноярск приехали общественники, сотрудники департамента образования, руководители муниципальных антитеррористических комиссий. Все те, кто в наибольшей степени отвечает за профилактическую работу в Югре. Новые знания не требуются во всем. Для того, чтобы делать свою работу качественно, всегда нужно узнавать что-то новое. Этот форум именно для этого и собран. Что мы узнаем? Мы пообщаемся с другими территориями. Мы получим бесценный опыт территории, которые внедряют в свои ежедневные деятельности новые методы, новые подходы. Какого-то специального образовательного учреждения для подготовки как такового не существует. И поэтому эта площадка с ее насыщенной программой, я повторю еще раз, она по сути уникальна. И поэтому мы рассчитываем отсюда взять максимум информации, поделиться с коллегами из других территорий. Кроме полученных знаний, членам югорской делегации также удалось рассказать о своих наработках в сфере профилактики антитеррора. И к этому мы позже еще вернемся. Форум уникален еще тем, что кроме практических семинаров, здесь ежегодно организовывается специализированная выставка. В этом году ее экспозиция вновь была представлена самыми передовыми новинками, делающими жизнь граждан и государства более безопасной. Любой желающий мог бесплатно увидеть и потрогать вживую все, что связано с антитеррором. От спецприборов и экипировки до снаряжения и оружия. Уличная часть экспозиции традиционно была представлена спецтехникой. У каждого ведомства она своя, для конкретных целей и задач. У Росгвардии бронемашины для силовых операций, у МЧС пожарная и спасательная техника. А сотрудники полиции на выставке показали новую передвижную криминалистическую лабораторию. Ее оборудование позволяет экспертам более точно и оперативно работать в случае какого-либо террористического акта. Не дай бог, если произошел взрыв, бывали такие случаи, то, соответственно, очаг взрыва, получается, периферию, эксцентрический метод осмотра. И все это, все осматриваем, где произошел взрыв, какие элементы взрыва, что осталось на осмотре места происшествия. И также можно найти происхождение вот этого взрывного компонента, взрывного составляющего с помощью его данной лаборатории. Сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний на выставке показали машины для конвоирования. Автозаки оборудованы кондиционерами, биотуалетами, системой ГЛОНАСС, а также курсовыми и обзорными камерами, расположенными вокруг машины. Практически все ведомства представили на выставке своих уже ставших привычными новых помощников. Беспилотники, системы видеонаблюдения, датчики движения, биометрические системы аутентификации. Данный вид устройства служит для идентификации личности по отпечаткам вен ладони. Он намного эффективнее, чем отпечатки вен пальцев. Кроме силовых ведомств и частных предприятий в сфере безопасности, на выставке также свою работу представили и молодежные патриотические организации. Школьников и студентов в игровой форме учили оказывать первую помощь и правилам поведения в случае потенциального теракта. Здесь же можно было пройти подготовку спецназа, тактики ведения боя, прицельной стрельбе, научиться обращению с оружием и взрывчаткой. Здесь же азам руководства обучали будущих инструкторов и лидеров молодежных клубов. Именно дружеское отношение между ребенком и инструктором, оно налаживается достаточно долго, но если оно наложено в принципе, то инструктор вовремя может понять, когда ребенок находится в пагубном влиянии каких-либо внешних факторов, и вовремя его спасти от этого. Именно дети и молодежь стали главными действующими лицами церемонии открытия выставки. Детский хор, спевший патриотическую песню известной группы, задал соответствующую атмосферу для работы на многочасовых дискуссионных площадках и семинарах. Всероссийская научно-практическая конференция стала ключевым событием форума. Сотни компетентных экспертов в течение двух дней обсуждали и искали новые формы противодействия идеологии терроризма. Тон всей дискуссии по традиции задавал главный эксперт конференции, официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский. Так, по его мнению, сегодня необходимо переходить от стандартных общих систем профилактики к более частным. Иногда доходит, на мой взгляд, до абсурда, когда ты едешь в зоне действия, время от времени, где проявляются террористические преступления, едешь, стоит на обочине билборд, на котором написано терроризму нет, и возклицательный знак. У меня всегда возникает вопрос, вот для кого этот билборд, на кого он рассчитан? На террористов, на тех, кто борется с терроризмом, просто проезжающих мимо людей? Мне непонятны такие способы профилактики. Профилактика должна быть адресной, профилактика должна ориентироваться на ту информационную площадку, с которой потребляет информацию молодежь. Сегодня она вышла за пределы средств массовой информации в значительной степени и сконцентрировалась в социальных сетях. Поэтому и работать надо в социальных сетях. Эксперты Национального антитеррористического комитета отмечают, что сегодня необходимо больше обращать внимание, искать новые подходы как по вопросам вербовки в террористические группировки трудовых мигрантов из Средней Азии, так и по участившимся случаям саморадикализации молодых людей. С одной стороны, это жесткие меры, которые должны запрещать террористический контент. С другой стороны, это вытеснение этого контента позитивным, разъясняющим, объясняющим, доказательным, аргументированным. Особенно, когда выступают и дают свои рассказы те люди, которые побывали там, которые сами прошли это, которые сами разочаровались в террористической деятельности. Это оказывает очень серьезное воздействие, потому что это не со стороны, это не назидательные установки администрации, органов власти, а это из своей среды люди рассказывают, им, конечно, больше доверия. Много внимания в ходе дискуссии уделялось молодому поколению. Эксперты настаивают, сегодня важно слышать молодежь, не навязывать им сверху поведенческие рамки, нивелировать экстремизм и деструктивные течения, возможно, только заполнив свободное время молодых людей. Необходимо дать им стимул для успешного перехода во взрослую жизнь. Может быть, нужно побольше и почаще обращать внимание не только на тех, кто впереди, отличников, победителей различных олимпиад, но и проводить большое количество мероприятий, привлекать на форумы, различные конференции тех детей, которые, на наш взгляд, максимально подвержены этому воздействию, то есть те, которые в настоящий момент особо занятыми не являются. И если мы не будем профилактировать нашу молодежь, если мы не будем с ними разговаривать напрямую, то борьба с терроризмом у нас будет сводиться только к силовой составляющей, что, в принципе, неприемлемо. Проще на уровне профилактики проводить такую борьбу. В ходе дискуссии эксперты отметили важность военно-патриотических клубов и центров допризывной подготовки. Молодежь, она тянется тем, кто является лидерами. Сейчас очень тяжело работать, потому что для молодежи сегодня авторитет, является их сверстник, а не взрослый. И чем старше взрослый, тем тяжелее ему работать. Здесь может работать только одно – это авторитет руководителя клуба, авторитет личности, который приезжает, рассказывает или просто работает постоянно с детьми. То есть, как правило, клубник – это всегда авторитет, это всегда лидер, за которым идут дети. И вот используя его потенциал, можно вести такую воспитательную работу, формируя сегодня личность гражданина, патриота. По мнению муфтия Духовного собрания мусульман России Альбира Карганова, сегодня вербовщики и радикалы стараются отдалить молодежь от старшего поколения. Альбир Карганов внимательно следит за ситуацией в нашем регионе. Интерес высокого исламского духовенства к Югре понятен. В округе очень много мусульман, и именно на них чаще всего охотятся вербовщики радикальных течений. В частности, реализовались пилотные проекты, очень серьезные. Это и ИГИЛ Чума 21 века, это и приезд туда религиозных деятелей из Сирии, из других стран общения с молодежью. Югорский опыт профилактических мероприятий отметили многие эксперты. Это и проведение практических семинаров специалистов муниципальных антитеррористических комиссий, своевременная проверка антитеррористической защищенности объектов, эффективность мониторинговых мероприятий, борьба с телефонным терроризмом, взаимодействие со СМИ и многое-многое другое. Это, на мой взгляд, признак хорошего отношения к нам, признак внимательного отношения к нам. И хотелось бы в ответ на такое доверие, на такое предупредительное, внимательное отношение ответить еще более успешным, еще более старательным и еще, вместо непобоистого слова, еще более изобретательным. Один из основателей киберволонтерского движения в Югре, Рустам Шихалиев, также поделился с коллегами тем опытом, который реализуется в нашем округе. В частности, о проведении молодежного антитеррористического форума. В этом году, да, прошла конференция большая в Сургуте с привлечением Роскомнадзора, с привлечением лаборатории Касперского по безопасности детей в сети интернет. Для родителей были площадки, для детей и так далее, поэтому очень широко работаем. Помимо того, что у нас есть мониторинг интернета, есть и просветительская деятельность, что немаловажно. Мы как ликвидируем, так и наполняем знаниями о том, что в сети интернет хорошо, что в сети интернет плохо. Форум еще раз показал специалисты по антитеррору, готовые к новым вызовам, к новой работе. И пусть у каждого региона свой подход в противодействии терроризму, но секретов перед коллегами нет, цели общие. Радикальные и экстремистские идеи должны подавляться на стадии зарождения. Это трудная, но очень важная задача. Именно от ее выполнения зависит безопасность наших граждан, безопасность государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова